Всем привет! Сегодня мы находимся в торговом центре столицы, в нашем магазине на втором этаже и рассмотрим с вами костюмные ткани, которые здесь есть в наличии. Давайте по порядку. Смотрите, костюмная ткань здесь с вискозой и полиэстром. Очень красивый принт. Это мелкая клеточка, она невероятно приятная на ощупь, не просвечивает, белый фон, но он не просвечивает, довольно плотная и она хорошо, ну, пластичная. Она мягкая, пластичная, из него получится отличный пиджачок. Дальше у нас тоже идет клеточка, она тоже довольно мягкая, но помельче. Есть вот такая серая клетка, здесь ткань тоже с небольшой такой ворсистой фактурой, она не просвечивает и очень мягкая и очень приятная на ощупь. Есть еще вот такая большая клетка серая и белая клетка. Легкая ворсистая, то есть очень приятненькая и не просвечивает. Смотрите, можно шить и брючки, и юбку, и также жакеты, пиджаки. И платье. Платье тоже в деловом стиле, будет отлично смотреться. Вот у нас есть еще вот такая, вот это более рыхлая фактура, как вид, ну, похожая фактура. Смотрите, вот ниточки. Из нее получится отличная юбка мини, сейчас очень модно, и жакет. Так, гусиная лапка. Вы очень часто спрашиваете принты гусиной лапки, да, это сейчас в тренде, это популярно, модно. Вот эта ткань очень-очень нежная, она мягкая-мягкая. Есть небольшой ворсик, может, видно. С лица и с изнанки она одинаковая, она пластичная. Смотрите, совершенно не просвечивается. И так, сейчас посмотрим, тянется ли. Нет, практически не тянется. Лапка гусиная здесь довольно мелкая, где-то 5 миллиметров. Черные лапочки будут по 5 миллиметров. Отличная ткань для юбки, а также для платья или для костюма. Так, и вот такие клеточки есть. Эти клеточки уже будут довольно сухие, ну, то есть они посуше. По ощущениям, это более сухая ткань, чем вот эти, эти мягкие. А здесь более сухая ткань, но здесь в составе, по-моему, шерсть. Да, 45% шерсти, 33%. Они очень теплые и классно будут для юбки. Например, для короткой юбки в плисе. Смотрите, или брючки. Это теплые ткани. Также, смотрите, у нас есть эта вот темная, темно-синяя полоска. Широкая и узкая. Она тоже в составе с шерстью. Ткань довольно сухая. Она будет прекрасна для школьных брюк, потому что она износостойкая. Есть шерсть, тепленькая будет. Видите, вот еще у нас красивая очень ткань с шерстью в составе. Здесь бирюзовый оттенок. Исчезающая клеточка. И черная. Стопроцентная шерсть. Тоже суховатая на ощупь. Она даже не мнется. Отлично будет для брючек, для юбки или для какой-то офисной одежды. Так, запоминайте ее артикул. Пойдем дальше. Дальше у нас однотонный. Здесь костюмная Барби. Из этой ткани получатся легкие женственные костюмы с мягкими складочками. Сама ткань довольно приятная на ощупь и немножко бархатистая. Она такая очень-очень приятная. Из нее часто шьют платья, также юбки или брюки. Она практически не тянется, но совершенно чуть-чуть. Это цветовой ассортимент в нашем магазине в столице. Также есть эта ткань на Машерова 10 и на сайте. Дальше. Дабл-креп. Дабл-креп тоже подойдет для пошива костюмов. Летних костюмов, например. Пластичная ткань, мягкие складки. Довольно хорошая, красивая. Ее можно сравнить с Барби. Состав у них практически одинаковый. Плотность чуть-чуть меньше. Костюмная шерсть. Смотрите, красивая, очень оливкового такого цвета. С небольшим вкраплением, меланжевым даже. Но она колется. Трогаешь ее, чуть-чуть колется, но она очень теплая. Также очень много у нас костюмных тканей в клетку. Это турецкие ткани с вискозой в составе. Есть вот такие клетки разные, совсем разные. Они довольно мягкие на ощупь, средней плотности, не просвечивают. Тоже хорошо подойдет для юбки, например, в складку. Смотрите, как красиво складочки держит. Да, вот есть разные виды клеток и цветов. Можете подобрать также для брючек. И для жакета. Вот эта ткань довольно мягкая. У нее тоже небольшой как будто ворсик есть с лицевой стороны. Так, вот это все турецкая клетка. Так, отдельно хочу показать вам еще вот эти ткани. Вот это вот очень красивая тоже турецкая ткань. Здесь у нас в составе идет полиэстро-вискоза. Вот такая вот клетка. Она необычно смотрится в пиджаках. Возможно, в полотне вам не понравится. Но в пиджаках, когда вы сошьете, будет вообще шикарный вид. Очень красивый, элегантный вид пиджака. Она одинаковая с лицевой и с изнаночной стороны. У нее вот эти вот пунктирные точечки, немного выпирающие. Ниточки. Ткань очень мягкая. Смотрите, как она мнется. Не мнется, а именно в складке собирается она. Не будет стоять колом. Она мягкая, покладистая и очень мягкая. По ощущениям будет тоже теплая. Есть вот такой вот цвет. И ее такой коричневатый. Красивый. Попробуйте шить себе такой пиджачок, жакет. Также юбочку. Мы уверены, что вам очень понравится. Также у нас очень большой выбор костюмных тканей итальянского производства. Практически все здесь с шерстью в составе. Они тонкие. Они невероятно тонкие, но очень теплые. Смотрите, вот такая гусиная лапка есть. Пару миллиметров здесь где-то, может, 5 миллиметров. Есть полоски. Есть однотонны. Такая темно-коричневая клетка большая. Елочка. Очень интересные ткани. Вот эта шоколадная, красивая, стопроцентная шерсть. Также жаккард есть вот такой вот в виде питона, кожи питона. И зебра вот там есть. Вот такая абстракция тоже красивая. В общем, за костюмными тканями итальянскими приходите на наш магазин в торговом центре столицы. Это из хлопка. Это как твит. Такая рыхлая немного структура у нее. Но очень красивый получится жакет и юбочка. Хлопок или он в составе? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok